Пока вы, дорогие друзья, любовались бисерным храмом, в нашей студии появился гость, я рад представить, Марию Скоробогатову, кандидата педагогических наук, доцента кафедры социальной психологии КФУ имени Владимира Вернадского. Доброе утро, как началось ваше утро нового дня? Прекрасно, оно уже началось. У вас в гостях? Ну, это радует, что у нас в гостях, но сегодня будем обсуждать очень серьезные темы. Будем говорить о подростках, которые были задержаны в Керчи. Вообще, в принципе, обсудим, наверное, психологическую сторону этого вопроса. И хотелось бы начать с такого простого, но очень глубокого вопроса. Что движет подростками и чем вызвано такое поведение? Ну, вы знаете, давайте начнем с того, что, в принципе, любой подросток – это, можно сказать, трудный ребенок. Потому что подростки перестраиваются. Вчера это был ребенок, завтра он будет взрослый. Вот сегодня переходный период. Что происходит с ребенком? У него происходит перестройка, как внешне, так и внутренне. Он ищет примеры для подражания. У него меняются идеалы. В раннем детстве мама и папа были те лица, в которые мы верили. Мама самая красивая, папа самый сильный. Потом это в начальной школе учитель. А у подростков это общение со сверстниками. Вот здесь мы ищем правильные ответы, смысл жизни и так далее. И, конечно, зачастую они здесь находят неправильные ответы, к сожалению. А где же правильные ответы искать? И почему именно неправильные ответы? Ведь вспомним тот же, например, период Советского Союза, когда, наверное, таких проблем в обществе не было. С чем связана такая, ну, скажем, деградация во взорах? Вы знаете, ну, я хочу сказать, что в любом историческом периоде всегда были трудные подростки. Это, в принципе, биологически так заложено, что это дети с перестройкой и внутренней, и внешней. Поэтому им всегда трудно, и с ними всегда трудновато. Но чтобы этот период возрастной прошел более или менее успешно и положительно, нужно, конечно, закладывать начало в самом раннем детстве. Нужно научить детей общаться. Нужно научить детей доверять родителям, учителю и так далее. Вот это базовые потребности, которые нужно закладывать в самом раннем возрасте. Как это сделать? Элементарно. Вы же общаетесь со своими детьми. Не нужно просто говорить, как у тебя дела, нормально, ну и слава богу, пошли дальше. Или я помешиваю борщ, спрашиваю, уроки сделал, сделал. Ну и замечательно, значит, все хорошо. Нужно смотреть ребенка. По большому счету, достаточно 10 минут в день, но это общение только с этим человеком. Вы можете держать его за руку, вы можете смотреть ему в глаза. Вы спрашиваете, как у тебя дела, что сегодня Лерка сказала, как с учителем у тебя обстоят отношения и так далее. Вот расспрашивайте. Нужно ребенка приучать к тому, чтобы он рассказывал и доверял вам все. Если вы не заложите это в раннем детстве, то в переходном возрасте. Очень большая доля вероятности, что, естественно, он не будет делиться с вами своими проблемами. Ну и знаете, Мария, на самом деле очень много ключевых таких фигур, которые положительные фигуры. Это и спортсмены, это выдающиеся артисты и молодые подростки в том числе. Помимо минусов и плохих подростков, почему все-таки на негативной информации больше концентрируются? Смотрите, конечно, подростки это не минус. Мы говорим о том, что есть действительно талантливые ребята, которые чего-то достигают, чем-то интересуются. Но, к сожалению, переходный возраст – это такой период, когда ребенок предоставлен зачастую сам себе. И вот он ищет, чем бы ему заняться таким интересным и положительным. Если мы, родители или учителя, не предоставим ему этой возможности, чем бы он занимался, созидательным, то они найдут это среди сверстников, на улице, в соцсетях и так далее. Поэтому все-таки я считаю, что родители должны контролировать деятельность своего ребенка в любом возрасте. Это не должен быть, конечно, тотальный контроль, но мы должны знать, чем он занимается, с кем он проводит время и так далее. Как найти грань между тотальным контролем и, скажем так, доброжелательным? Ну, наверное, такой прям четкой грани мы не найдем. Опять-таки я хочу сказать, что должна быть степень доверия. Доверие должно быть между родителем и ребенком. Родители должны показывать пример своим поведением. Если я буду общаться со своим мужем, не буду его оскорблять, унижать. Если я в присутствии своего ребенка не буду унижать и оскорблять учителей, то так же будет относиться мой ребенок и к педагогическому составу своей школы, и вообще к взаимопониманию с противоположным полом и так далее. Родители — это первичное социальное звено. Они задают пример, они закладывают социальные нормы и качества. Помните стихотворение детское? «Крошка сын к отцу пришел и спросил, а кроха, что такое хорошо, что такое плохо?» Ведь они спрашивают сначала именно у родителей. И родители закладывают эти нормы. Потом в переходном возрасте он спросит у своих друзей. И вот здесь, как уже друзья поведут, и я буду их слушать и слышать, или я все-таки останусь при своих базовых пониманиях норм и ценностей? Мария, но вот если разбирать конкретно керченскую ситуацию, родители не замечали ничего необычного в своих детях и были уверены, что они ходят в школу, а после играть в футбол. Как заметить у ребенка какой-то негатив, агрессию? Давайте так. Мы можем сейчас с вами гарантированно быть уверены в том, что они вообще обращали внимание на своих детей. Ведь эти дети... Вы знаете, я косвенно могу судить, потому что были кадры, как они там готовились, все, то есть даже исходя из антуража квартиры, это видно вполне благополучная семья, то есть у них не грязно, у них достаточно приличная мебель, то есть вероятнее всего это благополучные семьи. Смотрите, ведь слово благополучная семья, этот термин, это тоже условно. Если у нас дом хорошо обставлен, это не значит, что семья благополучная. Благополучная семья вкладывает в себя тот смысл, если действительно там ребенок счастлив. Ну и что, что там хорошая обстановка? Нам пока трудно с вами делать какие-то выводы, потому что пока идет следствие. Но, скорее всего, эти дети были несчастливы. Скорее всего, у них были личностные проблемы, они были недовольны собой, у них, скорее всего, не было близких, хороших отношений с друзьями и так далее. Ну и по большому счету, вот я когда читала эту же информацию, я нашла то, что они издевались над животными, и, знаете, это тоже взаимосвязано. Валерия Ростиславовна, к сожалению, время подошло к концу. Единственное, последнее, прошу вас ответить на мой вопрос. Вот три пункта, по которым можно заподозрить, что, задиагностировать, что ребенок несчастлив. Несчастлив. Первое, он не общается. Второе, у него нет хобби, он ничем не занимается созидательным. И третье, наверное, у него нет друзей. Спасибо большое. Будем надеяться, что таких крымчан будет меньше после нашего разговора. Дай Бог, чтобы наши дети были счастливы. Внимаем в гостях нашей студии. Мария Скоробогатова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной психологии КФУ имени Вернадского. Спасибо.